280 тысяч актюбинцев пройдут флюорографию в рамках месячника по борьбе с туберкулезом. Инициаторы масштабной акции – специалисты профильного стационара области. На сегодня в Тизиопульмонологический центр успешно внедряет инновационные стандарты лечения, сокращая время нахождения пациента в больнице. Есть повод для гордости и в части диагностики туберкулеза. 60 минут на диагностику и 80 минут на определение плана лечения. Такие мировые стандарты доступны и актюбинским пациентам. Да и само время нахождения больных туберкулезом на больничной койке сократилось до минимума. Все лекарства – бедоквилин, диламни, клофазимин, линезолит – это препараты, которые выпускаются в Японии, и фирма Pfizer в Соединенных Штатах, оно оттуда поставляется нам через СК-формацию. И все больные, которые сейчас на лечении, они стопроцентно охвачены этими препаратами всеми. Так, перебоя поставок нет, и мы имеем восьмимесячный запас, то есть на этот год и плюс еще этого года заявка нам поступит. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом специалисты центра намерены провести массовое флюорографическое обследование актюбинцев из категории риска. Всего 280 тысяч человек. Мы имеем в наличии две автомашины передвижные флюороустановки, и они в течение трех месяцев будут объезжать все дачные массивы и все уязвимые группы нашего города и области. Гущие населения у нас находятся в городе, поэтому мы будем охватывать в основном город, районах. У нас свои передвижные флюоромашины есть, эту работу будем активизировать и в районах. Также центром осуществляется активная реабилитация постковидных пациентов. К сожалению, перенесения во время пандемии тяжелых форм пневмонии привели к повторному заболеванию туберкулезом тех, кто успешно пролечился от этого недуга. Внимание уделили и хроникам по респираторным болезням. 17 – это переболевшие с коронавирусной пневмонией тяжелой формой. У нас открыли реабилитационное отделение на базе нашей бывшей санатории «Чайка». Пожалуйста, 100 коек в течение двух недель полностью реабилитационная, пульмонологическая реабилитация и постковидная реабилитация. Мы его проводим два раза в год. Они имеют бесплатно все новое оборудование, новые солевые шахты, галокамеры, доктора неквалифицированные, пульмонологи. Стоит отметить, что с начала года диагноз туберкулез был поставлен 60-ти актюбинцам. Все они получают соответствующее лечение. Инкара Крашева, Смот Каликенов, телеканал «Октюбе».